всем привет на моем канале это новое видео из постоянной рубрики и оно посвящено модели лизерман pst 2 у меня уже есть на канале обзор модели лизерман pst 2 значит там полноценное видео обязательно смотрите все до сих пор этого не делали значит где там эволюционные отличия чем отличается от pst 1 когда он появился какие этапы прошел то есть во всех подробностях а тут штука вот чем дело в том что pst от pst 2 внешне до поры до времени практически не отличались то есть то что непонятно рамата одинаковая это само собой то что и гравировки не отличались и гравировка скажем на рамах так и было лизерман тул там портленд орегон и с обратной стороны тоже самое значит и честно говоря мне это и не нравилось тем что как бы два разных мультитула имеет абсолютно снаружи идентичный внешний вид и только раскрыв pst 2 ты увидишь что там полусерейтерное лезвие что там ножницы напильник алмазный тогда понимаешь ну что это pst 2 то есть как-то вот я этого не понимал и ко мне пришел буквально там два дня назад pst 2 еще один у которого действительно есть на раме гравировка pst 2 значит и я просто как говорится балдею от этой гравировки вроде бы такая мелочь что там гравировка главные инструменты как там большинство зрителей скажет но нет я люблю вот эти всевозможные вещи логотипы клейма даты маркировки значит штука вот в чем почему это важно почему это интересно дело в том что вот вообще лизерман pst когда он появился восемьдесят третьем году то буквально первый год-два на нем была надпись pocket survival tool откуда собственно и пошло его название pst но никакого pst на раме не было то есть pocket survival tool такими три три больших слова после чего буквально там с 80 через пару лет с 85-86 пошли японские лизерманы у меня кстати тоже есть обзор этого японца обязательно смотрите лизерман но джапан вот лого лизерман джапан значит нужно части производились японии и на них уже пошло просто лизерман тул как вот сейчас принято и до сих пор получается и потом вот изменилась рама у так лизерман тул стало писаться бывает тут с номером патента бывает без там зависимости от года выпуска но уже просто было написано лизерман тул здесь не написано название пста pocket сюрвелллт счетов как бы общее название почему потому что фактически этот мультитул видимо и назывался просто лизерман тул в пок birthdaysä рвелл тол это как общее название то есть что это такое то есть вообще когда мультитул в принципе появился то есть что это было за устройство кукет п applicоду вот тут же просто типа лизерман тул инструмент как бы и только потом аббревиатура, понимаете, вообще эта аббревиатура PST, она когда появилась, то есть ее люди, наверное, так в народе называли PST, PST Epocultural Tool и как бы оно закрепилось и они уже потом в 99 году, выпуская PST уже 4 года, потому что PST 2 появился в 95 96 годах но в 90, но еще раз повторяю они делались полностью в раме PST 1, то есть только внутренние инструменты менялись и только в 99 году они решили заменить маркировку и сделать PST 2 то есть, знаете, 2 римская то есть, вот PST, хотя вообще на мультитулах Лизерман нигде никогда аббревиатуры не пишутся ну, во-первых, потому что большинство мультитулов имеют собственное название, там Charge, Surge, Signal а модели, которые бы могли вот иметь сокращенное название, да, вот OHT One Hand Tool, ну у него не написана аббревиатура Super Tool, там Первый, Super Tool 200, Super Tool 300 вот тоже в народе называют ST но тоже нет аббревиатуры а вот здесь именно PST сделали аббревиатуру как бы, сделав из этой аббревиатуры полноценное название как будто бы вот PST это общепринятое название вот и что интересно у меня именно этот мультитул именно 99 года сейчас покажу вот вот 0699 то есть именно в 99 году и появились PST 2 с вот такой вот уже рамой и теперь уже PST 2 можно реально отличить вот у меня PST 2 а здесь PST 1 потому что нету маркировки ну, а по начинке инструментов там небольшие отличия там в конфигурации ножниц вот в этой части это уже смотрите мои другие видео в том числе и обзор PST ну, отвертки они тоже эволюционировали параллельно с PST 1 вот ну, фактически получается и в чем еще ценность дело в том, что PST 2 конечно, мультитул редкий гораздо реже чем просто PST 1 там на барахолках они встречаются ну, по крайней мере у нас в Украине достаточно редко вот но, тем не менее PST 2 мелькает но это первый раз когда я увидел PST именно с маркировкой ну, PST 2 с маркировкой PST 2 я его сразу забрал то есть, это единственный мультитул который я у нас в Украине видел барахолка может, конечно на руках у людей есть но такой вот интересный остальные PST 2 имели просто такую классическую раму вот ну, в общем вот такое вот лого PST 2 то есть то, что оно символично то, что вот на первом самом мультитуле первого-второго года выпуска было Pocket Survival Tool потом пропало и больше никогда не появлялась а всплыла в виде аббревиатуры PST 2 на вот этой модели в 99-м году и то она провыпускалась до 2004 в 2004-м их уже как вы помните эти модели уже сняли и соответственно пришло новое поколение этих моделей вот ну, пишите в комментариях что вы думаете про вот это все все выпуск подошел к концу всем спасибо за просмотр всем пока субтитры пока Продолжение следует...